Сергей Михалков советский русский писатель, поэт, баснописец, драматург, военный корреспондент, автор текстов, гимнов Советского Союза и гимна Российской Федерации. Сергей Михалков родился 13 марта 1913 года в Москве. Маму звали Ольга Михалкова по образованию педагог и медсестра. Отец Владимир Михалков, выходец из старинного дворянского рода. Владимир был старшим из трех сыновей. После него родились Александр и Михаил. Детство мальчика веселое и счастливое прошло в Подмосковье. Мальчики не посещали сельскую школу по той причине, что она была слишком далеко от усадьбы Михалковых. Поэтому обучением детей занимался персональный воспитатель, гувернантка Эмма Розенберг, немка по происхождению. Эмма была женщиной строгой и требовательной. У мальчишек даже мысли не возникало ослушаться ее. Стараниями гувернантки Михалков освоил немецкий язык. С ранних лет он хорошо на нем изъяснялся. Мог читать Шиллера и прочих классиков в оригинале. Несколькими годами позже семейство перебралось в Москву. Теперь у молодого человека появилась возможность посещать школу. Благодаря знаниям, который он почерпнул от частной гувернантки, Михаил попал сразу в четвертый класс. Поначалу учеба складывалась сложно. Сверстники издевались над будущим писателем, дразнили его за манеры и в особенности за речь. Юноша сильно заикался. Однако не прошло и года, как ему удалось наладить отношения практически со всеми одноклассниками. Благодаря дружелюбному, веселому нраву он сумел найти общий язык даже со своими обидчиками. В Москве Михалковы оставались недолго. Новый переезд привел семейство в Ставропольский край. Там мальчишки снова идут в школу и заново нарабатывают авторитет среди одноклассников. Именно здесь в 1928 году был напечатан первое стихотворение Сергея Михалкова. Хотя писать он начал еще в детский годы. Можно сказать, что так начиналась творческая биография выдающегося поэта и писателя. Первое стихотворение под названием «Дорога» появилось на страницах журнала «На подъеме». Оказалось, что отец мальчика показал стихи сына известному в те времена поэту Александру Безыменскому, и тот сумел рассмотреть в его ранних произведениях мощный потенциал. После окончания школы на Михалков решил вернуться в Москву. Вначале его ждали настоящие испытания. Его стихи не приносили желанного дохода, и чтобы ни от кого не зависеть, он соглашался на любые предложения о работе. За это время он сменил несколько мест работы – ткацкую фабрику, геологическую экспедицию и многие другие предприятия. В 1933 году Михалков получил почетный статус внештатного корреспондента газеты «Известия». Он даже не мог предположить, что судьба приготовила для него настоящий сюрприз, который круто изменит его жизнь. Ждать оставалось совсем долго. В начале 30-х годов из печати вышла первая книга стихов Михалкова, которая сразу нашла своего читателя. Стихи молодого поэта можно было услышать в театре, кино. Они звучали в эфире радиостанции. В 1941 году Михалкова призвали в Красную армию. Большую часть времени он работал фронтовым корреспондентом. Своими глазами видел героизм советского солдата. Сергей Владимирович участвовал в обороне Севастополя, Одессы, получил ранение и был контужен, но остался в живых. Война со всеми присущими ей ужасами и противоречиями, произвела на Михалкова сильнейшее впечатление. Под влиянием героических и одновременно трагических событий он написал два сценария для кинофильма. Первый получил название «Бой под соколом», второй «Фронтовые подруги». За талантливую работу Михалков в 1942 году получил Сталинскую премию. В 1943, еще до окончания Великой Отечественной, Сергей Владимирович принимал участие в конкурсе на создание текста для гимна СССР. Среди всех представленных вариантов выбрали именно его версию. Не одно поколение детей нашей огромной страны выросло на произведении дяди Степа, изданном в далеком 1935 году. Этот бравый милиционер, совершивший немало подвигов и следившись за порядком наберенной ему территории, стал примером для многих мальчишек и девчонок. Подвиги этого высокого, строгого, но справедливого стража порядка знали наизусть. Он был героем и примером для подражания, другом детей и советчиком. После войны Михалков продолжает литературную деятельность, работает в разных жанрах детской литературы, создает пьесы для детских театров. С 1956 года Михалков являлся редактором детского журнала «Веселые картинки». В 1962 году Михалков выступил автором идеи и организатором сатирического киножурнала «Фитиль». Впоследствии активно работал над созданием киножурнала и писал сценарии для отдельных эпизодов. Сергей Михалков написал более чем к 40 мультфильмам сценарии, более 50 стихотворений для детей, около 20 сценариев к фильмам. Также писал басни и занимался грамотургией. За выдающийся вклад в развитие отечественной и иностранной литературы и культуры, многолетнюю творческую общественную деятельность награжден 15-ми орденами и 11-ми медалями. Присуждено 7 премий, присвоено 7 почетных дипломов. Большая часть произведений Сергея Владимировича Михалкова предназначена для детей. Его стихотворения наполнены мягким юмором, получительны, просты для восприятия и близки подрастающему поколению. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...